На опушке в домике жили-были гномики. Так назвали свою коллективную работу воспитанники Ходьковского дома-интерната. Шишки, картон, краски с помощью обычных материалов ребята смастерили настоящую сказку. Какая интересная задумка. Посмотрите, ведь это линии изгибы. Она прям сказочная. Она настоящая сказочная такая избушка. И вообще даже вот так посмотреть, как дача, очень уютно, очень сказочная, очень располагает. Хочется просто там немножко пошить и сказать, что это мое. Эта работа в числе еще 75 рисунков и поделок представлена Ходьковским домом-интернатом на седьмом конкурсе изобразительного и прикладного творчества «Волшебник изумрудного города». Выбрать их было непросто. Сначала мы даже провели свой конкурс внутри коллектива и лучшие работы отправили. У нас было намного больше работ, несколько коллективных работ, но в основном, конечно, индивидуальные. И вообще-то дети с таким энтузиазмом восприняли этот конкурс. Традиционно конкурс проходит в два раза в год – осенью и весной. В этот раз фантазировали на сказочную тему. Было представлено 253 работы из 19 учреждений со всего Подмосковья. Год от года «Изумрудный город» объединяет все больше творческих и талантливых ребят. Это уже не просто клуб для занятий. Это лаборатория, которая реализует в своем пространстве те проекты, которые были бы интересны и полезны людям с особыми потребностями, и в которой наставниками работают абсолютно профессиональные и неравнодушные специалисты. Именно они и вывели работу детских творческих коллективов на такой уровень. А все начиналось с малого. Мы делали поделки, рисовали рисунки, отдавали ребятам. Ну, там домашняя какая-то выставка, ну, как обычно, да. Но хотелось какого-то выхода масштабного. И тут мы познакомились со Светланом Геннадьевым Рахановым, замечательным директором Одинцовского историко-кровического музея. Теперь здесь регулярно проходят выставки детских работ и награждения лауреатов. Ребята получают дипломы, кубки и подарки. А полюбоваться их творчеством могут все желающие. Полина Бахова, Михаил Лакеев, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин